24 декабря в комплексный центр социально обслуживания населения, который находится на ней витрим, приехали гости. Представителям района администрации в бывшем приюте Росток всегда рады. В этот раз взрослые приехали к маленьким посетителям реабилитационного центра с подарками и поздравлением с наступающим 2013 годом. Для гостей специалисты центра приготовили творческую программу. В бывшем приюте Росток уже начались новогодние встречи друзей. Здесь украсили чудесную елку, на стенах гирлянды и шарики. А 24 декабря праздничный стол со вкусными пирогами, конфетами и подарками накрыли для малышей и взрослые. Очень хочется, чтобы в этом новом году у нас было у всех все хорошо, чтобы к нам приходил чаще Дед Мороз, чтобы нам всем дарили подарки. Поэтому мы и приехали. У нас есть такая в администрации рабочая группа по доступности тех, которые работают и с вами тоже, с детками-инвалидами, со взрослыми. И поэтому мы сегодня к вам приехали в гости, чтобы вручить вам подарочек. Представители рабочей группы из районной администрации вручили детям подарки. А потом в гости к малышам пришла баба-яга, которая захотела испортить им праздник. Ой-ой-ой, какой Новый год! Из меня какой Новый год! Ой, что это такое? А это что такое? А это наш мешок подарки. А не будет у вас мешка? Все с собой заберу. Заберу, заколтую, заберу. Будьте вы без Нового года дети. Абра, табра, гадабра! А на наши подарки уносит. Куда? Куда вернись? Но со злющей егой справился добрый дедушка Мороз. Он выяснил, что злится старушка из-за одиночества и сумел найти к ней особый подход. И в конце вечера бабка-ёшка уже водила хоровод с детишками и их друзьями. Сели все в сугроб! После веселого утренника рабочая группа направилась в коррекционную школу. Из-за морозов детей в этот день там не было, но удалось пообщаться с педагогом по труду, которая показала работы воспитанников, рассказала о них и поделилась планами на будущее. Вот эти бабочки мы делаем на конкурс, опять к одежде хотим оформлять. А это Новый год, год змеи, и мы делаем небольшие девочки, делают сувениры. К Новому году мороза, боюсь, не успеем. Но год змеи наступит, вроде еще только февраль, поэтому мы наверстаем. В завершении насыщенной дневной программы члены рабочей группы провели в коррекционной школе заключительное в этом году совещание. На нем обсудили конкретные шаги в реализации программы «Доступная следа» на 2012-2014 годы. И, как заметила Ирина Цыганкова, председатель данной рабочей группы, «Самое главное в реализации программы «Доступная следа» – это изменение отношения к людям с ограниченными возможностями». А дело в отношении к людям, которые рядом с нами. Иногда людям достаточно одной улыбки, просто поговорить, оказать внимание, и человек уже чувствует, что он нужен этому обществу, нужен каждому из нас. Поэтому накануне Нового года хочется пожелать всем нам и всем жителям нашего района, конечно же, в первую очередь, хорошего здоровья, благополучия в семьях, взаимодействия, чтобы действительно была больше истинной доброты. Люди понимали, что нужно ценить каждый день своей жизни и жизни людей, которые рядом с ними.